Я считаю, что лгать не имеет смысла, ведь рано или поздно при твоей жизни или даже после нее ложь будет обнаружена, такова ее природа. А это настолько большая, очевидная и глупая ложь, что еще до выборов большинство избирателей поймут, что администрация Байдена понятия не имеет, что она делает, и что Джо Байден не руководит государством, и что там ничего вообще не работает, а к этому времени, по моему мнению, у нас будет серьезное сжатие экономики, и я считаю, что мы столкнемся с очень жесткой рецессией, что сделает ситуацию еще более напряженной. И если твоя цель удержать власть, так как ты считаешь, что если ты ее потеряешь... И проблема в том, что... Проблема криминализации политики в том, что люди, которые делают это, знают, что это же будет сделано и с ними. Так что как только ты начинаешь сажать своих политических противников, ты понимаешь, что ты обязан победить, так как если победят они, то они посадят тебя, верно? Верно. Так что они не могут проиграть, они сделают все для победы, и как же им это сделать? К*** они больше не будут устраивать, правые очень боятся, что опять начнется к***, маски, они не будут этого делать, они и не смогут, все уже все понимают, так что это не сработает. Так что же они будут делать? Они начнут войну с Россией, вот что. В следующем году будет война между Соединенными Штатами и Россией. И... Да, конечно, они и так этого хотят. И я не думаю, что мы в ней победим, но это отдельный вопрос. Но я считаю, что для победы с политической точки зрения есть необходимость объявить военное положение, чтобы иметь военные полномочия. Я искренне так считаю, и факты это только подтверждают. Так что если ты переживаешь по поводу того, что наша политика станет еще более беспощадной, чем сейчас, и что в политике будут человеческие жертвы, что вполне вероятно, то ты должен переживать по поводу войны. Конечно же, мы уже воюем с Россией, мы помогаем их врагам, но я говорю про прямое боестолкновение с Россией, чтобы мы сказали, мы воюем с Россией. Это все легко может произойти. Ну, знаешь, устроим еще один Тонкинский залив, вдруг, внезапно, ракетный удар по Польше, это дело рук русских, наши союзники атакованы, все, начинаем войну. Это все очень легко устроить. Так что если ты переживаешь по этому поводу, то тебе надо максимально сильно давить на республиканский, кстати, сенат с требованием мира, которого можно добиться. Соединенные Штаты могут добиться мира на Украине уже сегодня. Мы поддерживаем одну из сторон. Не существует никакой украинской армии вне НАТО. Если НАТО перестанет поддерживать Украину, то она падет за один день. Так что мы единственная сила в мире, которая может усадить за стол обе стороны и принудить к миру, который, как и все вынужденные перемирия, будет не идеален. Каждой стороне придется чем-то поступиться, но это единственный вариант, иначе... И я ставлю свой дом на это. Мы начнем войну с Россией, и на кону, конечно же, жизнь на всей планете. Ведь это два самых больших арсенала в мире, противостоящих друг другу. Разве это безумие, или же они безумны? Ведь это люди, которые считают, что мужчина может стать женщиной, что маски спасают от к**а. Ну, то есть эти люди неадекватны. Начнут ли они войну с Россией? Конечно. Ведь они ее и так хотят. И я вообще не знаю, почему этого не понимают республиканцы, но они, похоже, не понимают, а тем временем лидеры республиканцев... И да, Митч Макконнелл уже тоже стар, так что я его не виню, но все эти республиканские сенаторы-идиоты, Маккарти в палате... Это жалкое зрелище. И все эти люди за войну с Россией. Но почему? Что ж, я думаю, что все может быть еще страшнее, потому что ты говоришь, что они верят, что маски работают, верят, что мужчина может стать женщиной и так далее. Но я не думаю, что они верят в это. Но это еще хуже. Это еще хуже. Я считаю, что они скажут и сделают все, что угодно для удержания власти. Их представление о России очень... И я говорю это как кто-то, кто в свое время был против Советов, еще когда они существовали. Но я, возможно, единственный человек в Соединенных Штатах, кто не испытывает особых чувств к России. Я не заинтересован в России. Я не вижу их ни как наших союзников, ни как врагов. У меня к России нет особых чувств. Так что я смотрю на это и вижу чистую истерию. Они сами себя убедили в том, что наш главный враг это Россия. И я считаю, что они на самом деле так думают. И уж, конечно, так думают республиканцы. Ну, знаешь, Ники Хейли, Майк Пенс. Ну, та часть республиканцев с низким IQ. А у большинства республиканской партии на уровне лидеров низкий IQ. Они все на самом деле так считают. И кому-то нужно разбудить их. Вы ведете нашу страну к уничтожению. И вы уже утратили контроль над миром. Американская империя уже валится. И мы вскоре потеряем и доллар США. И когда это случится, у нас тут начнется бедность уровня Великой Депрессии. И это все из-за этой войны. Я не понимаю, почему никто больше этого не замечает. Но это весьма очевидно, когда съездите на недельку в Европу. И поговорите с умными людьми с обеих сторон. Их политика не имеет значения. Спросите их, по вашему мнению, какое влияние война на Украине имеет на лидерство Америки в Европе? Дружище. И, кстати, Западная Европа наш единственный серьезный союзник в мире. У нас всего один истинный союзник. И это Западная Европа. И это рушит Западную Европу. Немецкая экономика была уничтожена, когда администрация Байдена взорвала Северный поток. И да, всем плевать. Но если посмотреть на перспективу, то мы так сильно подкосили экономику этой страны, что в ближайшее время у них нет вариантов восстановиться. Такер, я тут подумал. Вот как ты считаешь, смотри, моя идея в том, что если ты хорош, то ты можешь идти своей дорогой. А если нет, то тебе приходится оставаться в чем-то типа зоны комфорта. Оставаться в корпоративной структуре. Ну или 31 год, и они только что женились, у них дети. Мы ранее уже говорили об этом. Но когда смотришь на таких, как ты, покинувших гнездо, получивших независимость и ставших настолько успешными, что только подтверждает мою теорию, что если ты хорош, и тебе есть что сказать, то ты можешь стать независимым. И вот, когда ты уволился, ну, когда ты ушел, и в то же самое время ушел и Дон Лемон, и все эти развлекательные шоу такие «Дон Лемон и Такер Карлсон, Такер Карлсон и Дон Лемон», вы оба были чем-то вроде лиц этих конкурирующих медиа, Фокса и СиНН. Они оба ушли, что же будет дальше? Я бы сказал, у Дона Лемона нет будущего, так как ему нечего сказать. Он говорит то, что ему скажет СиНН. А у Такера большое будущее, так как он независим, у него ясный разум и ясные суждения, и люди к нему потянутся. И мне кажется, что есть некий объективный критерий, который дает равные возможности, и за существование которого я благодарен. Я действительно рад, что такие, как ты, могут найти огромную аудиторию вне Фокса, и я не думаю, что Дон Лемон сможет. Ну, вообще-то, я даже не знаю, меня столько раз увольняли, и я был рад каждому увольнению. Я действительно считаю, что это меняет тебя к лучшему. Как ты сам знаешь, успех ужасен для мужчины, ты и сам очень успешен. Чем ты успешнее, тем ты становишься высокомернее и глупее. Не знаю, будучи... Я написал Дон у нас, ведь уволили в один день, и я сразу же ему написал, такой, типа, поздравляю. Ну, типа, все будет хорошо. Я так-то не против Дона Лемона. Дон Лемон. Но в целом, мне кажется, я знаю много талантливых и не особо талантливых людей на телевидении, но я также знаю несколько талантливых людей, которые все еще там, и я разговаривал с некоторыми из них, и я такой, да нет, здесь весьма неплохо, тебе тоже надо. Ведь во всех этих ТВ-компаниях они говорят своим талантливым ведущим, что вы неудачники, что вы никто без нас. Они залазят тебе в голову, и я уверен, что в киноиндустрии то же самое. И это обесценивает талант. И они постоянно говорят тебе, насколько ты плох, никто и доброго слова не скажет. И, ну, со мной такого не было, так как я годами отказывался говорить с кем-либо из менеджмента, я вообще ни с кем не общался. Но большинство ведущих общаются, и потом чувствуют себя так ужасно, становятся настолько неуверенными в себе, что боятся уйти. Я лузер, мне для моей работы необходима эта идиотская компания, напичканная тупыми людьми, принимающими кошмарные решения. И они правда так думают? И я тут подумал об одном конкретном человеке, моем старом друге, который работает на очень крупном канале, и он весьма и весьма знаменит. Но канал ужасно к нему относится, и знаешь, я всегда говорю ему, вокруг тебя нет креативных людей, ты не работаешь с креативными людьми. Они все бюрократы и функционеры, ты креативен, и тебе надо уходить. И ничего страшного, если в первую пару лет у тебя не будет столько денег, ведь ты будешь счастлив, ты будешь создавать что-то свое, ты сможешь творить без того, чтобы тебе заглядывали через плечо. Но он настолько напуган, что он не уйдет. Грустно это. А что скажешь по поводу Вульфа Блицера? Потому что... Каждый раз как... Тут ты меня подловил! Посмотри на его истинное прошлое. Оно весьма любопытно. Я всегда такой, зачем он это делает? Почему он говорит много того, во что сам не верит или знает, что это неправда? Он сидит там, как такой престарелый госчиновник-ведущий, и просто врет по поводу ка**а и много чего еще. Зачем он это делает? Зачем он так поступает со своей репутацией? Знаешь, я много лет проработал с Вульфом, у меня никогда не было с ним трений, он всегда был вежлив. Но знаешь, никто не хочет об этом слышать, и я уверен, что большинство людей в это не поверят, но проведя с ним столько лет, я могу заверить тебя, что это правда. Разведслужбы имеют серьезное влияние на то, что показывается по телевидению, да и на Фейсбук с Гуглом тоже. Фейсбук и Гугл полностью ими пронизаны, что ты и так знаешь. И знаешь, есть немало ведущих, включая людей, с которыми я работал в разных компаниях и хорошо знаю. Я тут вспомнил про одного конкретного репортера по госбезопасности, который был просто человеком Пентагона и ЦРУ, который просто лгал в их пользу, это все очень, очень распространено. И я знаю множество людей на СНН, которые заняты тем же самым. Так что они просто намеренно зачитывают госпропаганду от разведслужб. И я уверен, что чтобы по утрам смотреть в глаза самим себе, они как-то сами себя оправдывают, несмотря на то, что делают что-то столь бесчестное. И я говорю тебе с полной уверенностью, я знаю, что это правда. Это не просто мои измышления. И в особенности по поводу темы госбезопасности. Есть очень знаменитые репортеры по госбезопасности, и я говорю про одну конкретную репортершу по госбезопасности, которая просто зачитывает ложь прямо из Министерства госбезопасности. И это дико бесит. Я просто скажу с ума. Да, я не согласен с ложью, но даже если бы я был с ней согласен, меня бы все равно коробило от того, что это ложь. Это ложь. Например, ну знаешь, когда ЦРУ и Пентагон заявляли, что Башир Али Ассет использовал ядовитый газ против своего народа, не было никаких доказательств того, что это правда. Ну, то есть, может, это и правда, но этому нет никаких доказательств. Никаких. Ноль. И я сказал об этом, и они не смогли предоставить какие-либо доказательства. И все репортеры... И это было очень важно, ведь мы в ответ убили кучу людей. Мы выпустили ракеты и убили множество людей. Мы отняли у людей жизни в ответ на это заявление, и это была, насколько я знаю, ложь. И каждый репортер по госбезопасности, каждый канал говорил об этом как о факте. Администрация Байдена взорвала северный поток, и этим совершила крупнейший акт индустриального саботажа в истории. Крупнейший, созданный человеком выброс СО2, преступление против окружающей среды, это все очень серьезно. И каждый репортер по нацбезопасности говорил прямо в камеру, мы считаем, что это русские, но они знали, что это не Россия, это все ложь. И еще раз, это не предположение, я всю жизнь в этом бизнесе, я сам это видел. Люди недооценивают масштабы того, что люди, читающие новости, возможно, даже сам Вольф Блицер, просто зачитывают методички разведслужб и делают это намеренно, и это пугает, реально пугает. Один из моих методов распознания лжи, это когда люди говорят, что знают что-то, чего невозможно знать. Так что они... Это просто безумие. Сколько представлений о политике сформировано в Википедии, которая, кстати, сама довольно сильно отредактирована разведслужбами, правительством Соединенных Штатов, этими лжецами, и все для переписывания истории. Но если не смотреть Википедию, то ты сможешь очень легко найти действительные факты, это не так трудно. Субтитры создавал DimaTorzok